Фотографию сделала в 1947 году. Видите, остров полностью разрушен. И вот сегодня мы погуляем по острову, смотрим на кафедральный собор. А это удивительная фотография. История, она весьма интересна, потому что эту фотографию сделал Константин Константинович Хухлоев. Он житель города Москвы. Он участвовал в штурме Кенигсберга. Эти фотографии передали его брат, уже в Москве брат, и Константин Константинович Хухлоев после войны был корреспондентом ТАСС. И не раз приезжал в Калининград, и в Калининграде фотографировал наш город. И вот эти фотографии мы совершенно случайно встретились с родственниками Хухлоева, просто гуляя в городе Светлогорске, я познакомился. И после этого мы седали в Москву, взяли эти фотографии, передали. Эти фотографии стали частью выступа и частью от Семейного Альбома. На этой фотографии, 1947 год, это работники вагоностроительного завода, которые приехали с города Екатеринбурга. И фотографии передали тоже с города Екатеринбурга те жители, которые приехали, в общем-то, на восстановление завода. Книга состоит из двух глав. Называется «Возрождение города», в которой собраны как фотографии, так и документы. А документы – это из личных семейных архивов, это первые ордера на квартиру, это различные справки, различные документы. Эти документы, в общем-то, допустим, есть представлен документ, это ордер на приобретение жилья под номером 1. Это из личного семейного архива, жительность нашего города Чащиной и Дивановни. На этом документе, удивительно, если не усматриваться, там написано «Ордер номер 1 города Калининграда», выдан такую вот Чащину, и написано название улицы – Рантершмитке. То есть город уже был Калининград, а улицы еще остались немецкие. И также справки, различные документы, билеты – это все сегодня представляют исторические документы. А также представлены в книге, вторая глава посвящена художественным фильмам, которые снимались в Калининграде. Мы знаем, что в Калининграде снималось очень много художественных фильмов, особенно связанные были именно с послевоенным периодом времени, потому что были фильмы о войне. Почему? Потому что Калининград представлял для себя прекрасную съемочную площадку. Не надо было отдельных никаких декораций. Город находился в большей степени в центре города в разрушенном состоянии. В 1949 году это фильм «Встреча на Эльбе». И за период 2000 года я посчитал, было снято, как вы думаете, фильмов, какое количество? Как вы думаете, какое количество фильмов было снято за период времени? Я посчитал 58 художественных фильмов. А за период 1946 года, 49 года, по 66 год было снято 30 художественных фильмов. И в этой книге я в главе 2, где так написано «Калининград художественных фильмов», эта глава посвящена именно художественным фильмам, которые снимались в Калининграде, я даю, рассказываю обо всех этих художественных фильмах, которые снимались в Калининграде. А это такие фильмы известные многие для нас. Это «Стреча на Эльбе», «Судьба человека», «Дорогой мой человек». А некоторые фильмы совершенно нам неизвестны. Такие фильмы, допустим, «Украинская Рапсодия», «Где-то теперь Максим», «Генерал Расимов». И, в общем-то, вот это как раз, эта глава книги рассказывает обо всех этих художественных фильмах, которые снимались в Калининграде. Безусловно, для жителей Калининграда съемки художественных фильмов были огромным-огромным событием, потому что это привлекались батальные цены, снимались батальные сцены, привлекалось большое количество техники, большое количество людей. И жители Калининграда привлекались для съемок фильма в качестве массовки. И за это платили деньги, немалые деньги, по 3-5 рублей за какие-то небольшие фрагменты участия в художественном фильме. И как раз вот у тех жителей нашего города, которые были в фотоаппарат, они старались фотографировать. Фотографировать именно сам процесс киносъемки, съемочных площадок. И я, кстати, тоже помню в своей жизни фильмы, которые снимались на территории города Советска. А я помню фильм «Отец солдата», вот когда снимался, помню фильм «Тройная проверка», который снимался в Советске. Ему мальчишками бегали, разглядывали автоматы, разглядывали военную технику. Это действительно было большим таким очень интересным событием. И вот как раз в этой главе рассказ идет обо всех художественных фильмах, а также о тех кинотеатрах, которые находились на территории города Корнинграда. Ведь какие были развлечения в этот период времени, в период 40-х, 50-х, 60-х годов. Только два, по большому счету, было развлечения. А теперь, в первую очередь, кино, это кинотеатры, кинофильмы. А второе развлечение, это было танцы. И все свободные минуты посвящали выходные, либо пойти на танцы в вечернее время, либо пойти в кино. И поэтому кинотеатры были главным таким досуговым центром для жителей нашего города. А кинотеатры были различные. О некоторых сейчас, о них кинотеатры мы только можем вспоминать. Такие кинотеатры, к примеру, как «Барикады». Этого кинотеатра не существует. Такой кинотеатры, как «Ленинград». Этого кинотеатра тоже не существует. А такой кинотеатры, как «Восход». Мало кто из кривидов даже знает название такого кинотеатра. А для того, чтобы разобраться с историей кино, я просмотрел подшипки газет 50-60-х годов. Именно все подшипки газеты, газеты «Калинградская правда». И в этой подшипке газеты я рассматривал афиши. Афиши, где вот именно написано «Килеатр Барикады». Оказывается, кинотеатр «Восход» — это в дальнейшем мы переименовали. Это был кинотеатр «Строитель». Находился он на улице Красной. Это рядом сегодня с «Захаровским рынком». Вот эти кинотеатры, конечно, сейчас совсем уже другое количество кинотеатров, потому что у нас уже достаточное развлечение. Это интернет и, в общем-то, возможности сейчас громадные. Именно для этой книги. Вот хотелось бы обратить внимание, что у каждой фотографии есть отдельная история. Здесь в книге можно увидеть аэрофотосъемку Калининграда в середине 50-х годов. Вроде бы мы говорили только что об истории Калининграда, о том, что аэрофотосъемка... В общем-то, эта редкость... Вообще фотографии были города Калининграда, и эти редкости были фотоснимки, особенно в семейных архивах. А здесь именно аэрофотосъемка была ко всему цветная. Одна из жительниц нашего города, Инга Степановна Бунник, мне представила альбом... Вот как раз познакомила с своим альбомом. В этом альбоме было написано «Дорогой доченьки Инночки», день 8 марта 1957 год. Удивительно, в этом альбоме была аэрофотосъемка Калининграда, вот эти цветные снимки, панорамные снимки нашего города. А также удивительная архитектура нашего города, фрагменты наших улиц, зданий. И удивительно, что многие фотографии были цветные, а часть фотографий была... То есть все фотографии были очень высокого качества. Фотография нашей замечательного полярника Папанина. Он как раз фотографию на фоне нашего южного железнодорожного вокзала. Папанин возглавлял эту экспедицию. Он был человек, герой Советского Союза, заслуженный человек, легендарная личность. И вот он посещал как раз Калининград и Палининграде, вот и есть фотографии, которые запечатлели его именно на этой первой антарктической экспедиции. То есть, что бы я хотел сказать, что вот буквально вкратце сейчас вам рассказываю об истории каждой фотографии. Можно сделать еще раз вывод, подчеркнуть, что личные семейные фотографии со временем превращаются именно... Приобретают роль полноценного исторического документа. И эта тема не заканчивается выходом этой новой книги. Книга напечатана типографией города Вильнюсом, тиражом 4000 энземпляров. Она сделана в хорошем, в таком подарочном формате. И сейчас, приобретая вот эту книгу, многие именно приобретают костюм подарка для гостей и для жителей нашего города. Потому что для старшего поколения это воспоминания. Удивительно слышать отзывы некоторых жителей старшего поколения, когда они эту книгу разглядывали. Они мне говорили, вы знаете, мы даже почувствовали запах того времени. Представляете, ассоциации людей, разглядывая фотографии, мы чувствуем то время. Мы чувствуем тот запах, ощущаем того времени. Кто-то, кто-то, кто-то интересует историю военного костюма, ко мне подходили на выставке и говорили, ваша выставка, в общем-то, имеет большое значение, а сегодня это уже и книга. Потому что здесь можно посмотреть, какой был железнодорожный костюм, как люди надеются. Именно была форменная одежда железнодорожника, форменная одежда военных в разные времена. Потому что большую часть жителей нашего города составляли военные. Для кого-то интересуют автомобили. Как, к примеру, Юрий Газмани, заместитель редактор газеты журнала «Новые колеса». Сейчас, к сожалению, газеты нет. Но автор книги «Железное сердце» Келлингсберга, он рассматривал книги и говорил, вот здесь автомобили, смотрите, автомобили, смотрите, авто, смотрите, техника. Это всю историю. То есть история, которая сохранилась в фотографиях именно из личных семейных альбомов. Такие пруды, 1965 год, снят возле Бридонбургских ворот. А в центре находится актер Збруев. Он был главным действующим лицом, наверное, как называется, главным актером в этом фильме. И за каждой фотографией есть история, огромная-огромная история. История жизнечих людей, история создания этой фотографии, история семьи, которая предоставила фотографии государственной телерадио-компанию «Калининград» с просьбой участвовать в новом проекте, в создании новой книги, которая так и будет называться «Калининград. Возрождение города. Воспоминания их очевидцев». Где мы соберем материал именно воспоминаний людей, их рассказы об этом переводе времени. Ну вот буквально я хотел бы с вами поделиться уже такой удивительной историей, которая сейчас, под впечатлением которой я нахожусь буквально в течение двух недель. «Калининград» — это как бы часть уже вот новой книги. А это история одного фотоальбома, который буквально мне подарил один из моих знакомых. История фотоальбома. Этот фотоальбом был найден на чердаке города Калининграда в одном из зданий. Буквально не знаю, в какое время, но, по-видимому, недавно был найден в альбоме. Небольшого формата, жалко я не взялся с собой его, просто не думал, что буду о нем рассказывать, но так спонтанно получилось, в альбоме написано, он датирован временем «Весна-лето» 1945 года. Ниже подпись «95-й гвардейский минометный полк». В этом альбоме фотографии более 40 солдат. Солдат просто на фоне, они написаны «Квитнау». «Квитнау» сегодня северная гора. Фотографировались они на территории ботанического сада. Это просто фотографии солдат. Снятых весной и летом 1945 года. А под каждой фотографией фамилия этого солдата. И я начал разбираться, что это за солдаты и как идентифицировать их. Она с обратной стороны написана фамилия солдата. И есть сайт такой, называется «Память народа». И в этом сайте есть наградные документы. И я, четырех человек из этого альбома, я уже нашел по наградам. Потому что они фотографируются, у кого-то медаль за отвагу, у кого-то орден есть. И вот я нашел историю этих людей, за что они награждены, откуда они прибыли, где они воевали. И это, в общем-то, все можно понять на этом сайте. Но самое главное, что рядом с этим альбомом, а именно альбом, что удивительно, что фотографии не каких-то героических воинов, а просто обыкновенных солдат, на котором написано с обратной стороны должность. К примеру, написана там фамилия, указана писарь, начальник финансовой службы, водитель. Это не просто какое-то подразделение обслуживания 95-го гвардейского мирового полка. А что еще удивительно, что в этом альбоме, рядом с этим альбомом, были почтовые открытки. Пять почтовых открыток. А эти почтовые открытки, на которых все виды немецкие открытки, все виды просто с детскими фотографиями. Ну, есть такие забавные немецкие фотографии. Просто фотографии детьми, не фотографии, а открытки с детьми. А с обратной стороны каждой открытки письмо. Написано письмо. А письмо написано дочери одного из военнослужащих, где он пишет «Дорогая Аллочка, получил твое письмо, желаю тебе всего самого-самого доброго». И написано адрес «Город Новосибирск, улица Рабочая, дом 95, квартира 3, Гурлия Альбини Владимировна». То есть эти письма все подписаны по адресу. И вот удивительно, что вот этот альбом с письмами, не отправленными письмами, нашелся в Калининграде буквально совсем недавно. А какова история этого альбома? Вот я сейчас, мы занимаемся своими друзьями тем, чтобы разобраться, узнать эту историю, почему Гурлиев Владимир Александрович, а он фотографист, это его альбом, как мы поняли, почему этот альбом не отправили в Новгород Новосибирск. А по сайту памяти я узнал, что Гурлиев Владимир Александрович геморизовался в ноябре 1945 года, уехал в город Новосибирск и умер в Новосибирске в 1993 году. То есть человек уехал с Калининграда. А почему альбом с его же письмами не отправлено остался в городе Калининграде? Вот видите, история этого альбома сегодня, в нынешней истории уже целого романа, наверное. А этот роман, наверное, будет частью новой книги, которую мы сейчас собираемся в него создавать. И секреты сейчас не делают, что мы подали документы на президентский грант, и если мы получим финансирование президентского гранта, то сейчас это будет дополнительным стимулом для издания этой книги.